Здесь, вышли на площадку. Голова кружится. Всё, останавливать? Да. Оп. Дальше куда потопаем? Оп. Куда? Вчера в воскресенье у нас так было на улице тепло. 11 градусов. В общем, люди даже без шапки ходили. Калю, нет. Наверное, здесь грязновато. Сегодня немножко похолодало, но тем не менее хорошая погода. Это называется, знаете, Настя в субботу ездила в город по делам, покупала сапоги, фикс-празы ходила, замёрзла, потому что погода была пакостная, а в воскресенье погода отличная. Перепутала дни, надо было ехать в воскресенье. Опа. Экстренное включение, так сказать, хочу с вами поделиться разводом. Я сегодня разместила на Авито объявление, и где-то часа через три мне пришла смс-ка на этот номер о том, что, Настюша, я тебе перечислила 100 рублей на Авито, загляни, проверь. И ссылочка. И у меня, я сразу, тут же у меня реакция, я пишу смс-ку в ответ, а зачем и кто это? То есть, мне эта вообще ситуация непонятна. Конечно, я перешла по ссылке, потому как, да, получается, совпало. Вы знаете, все мы себя считаем умными, и считаем, что мы никогда не попадём на развод, но так или иначе бывают в жизни ситуации, когда, ну, попадаемся мы. Так совпало как раз с размещением моего объявления, и я подумала, зачем вообще кто это, зачем вообще вы мне перечисляете деньги? Ну, здоров, зай. И, в общем, я перешла по ссылке. В общем, перейдя по ссылке, начало что-то скачиваться, какой-то файл с размером АПК. Я не успела сообразить, как всё это начало качаться. Вот, качалась-качалась. Потом мне пишут о том, что мобильный банк не установлен на вашем телефоне, замечательно. Ну, в общем-то, у меня даже и привязки этого номера к карте не было. Я звоню на этот номер, никто не берёт трубку, и потом до меня дошло. Почему же я вообще не проверила регион? А может быть, это развод? Я проверяю по интернету регион. То есть, вбиваю там первые несколько цифр, и выдаётся, из какого региона вам звонят. Это Перм. Ну, конечно, какая же я лохушка. Меня развели. И тут мне начало приходить от МТС, от той симки, на которую, да, это всё приходило, куча сообщений о том, что чего-то там вы потребовали изменить пароль, срочно там нажмите такую-то комбинацию, если вы не запрашивали изменение пароля. С таких-то аккаунтов входили в ваш личный кабинет на МТС, два аккаунта левых. Я давай всё это выяснять, давай быстрее набирать комбинацию цифр, вроде как всё сбросила. Вроде всё спокойно. Дальше, чуть позже, я вечером обнаруживаю, что с моего номера на левых два номера были отправлены смс. Первый смс «Привет латинице», второй «Хай латинице». Естественно, я ничего никуда не отправляла, и тут меня посещает мысль о том, что чего-то всё-таки я занесла в телефон какой-то вирусняк. Девочки, мальчики, это капец. Занесла я, в общем, вирус, я вам рассказывала, вот уже следующий день, да. Вирус собственными руками, когда вот вчера попросили перейти по ссылке, по которой я перешла, у меня начало устанавливаться какое-то приложение с расширением АПК, и, в общем, это так называемый вирус. Вирус у меня, вирус-вымогатель, появилось на экране телефона, знаете, типа Сбербанк, на ваш счёт зачислено 17 тысяч. В общем, давайте, зачисляйте деньги. С этого баннера, то есть на весь экран, с этого баннера никуда не выйти. Я телефон отключала, я уже тут поплакать, да, успела, расстроилась. Самое интересное то, что аккумулятор вынимаешь, и всё равно включаешь, и этот баннер. То есть всё, мне конкретно вирус на телефоне. И с моего, кстати, телефона вчера отправлялись смс-ки на какие-то левые номера, две смс-ки. В общем, хорошо, мне поднакакали в телефоне. Сейчас посмотрела в интернете, в общем, я буду возвращаться к заводским настройкам телефона, если это возможно. Если нет, то телефон придётся перепрошивать. К сожалению, я вам раньше не показала, как это всё выглядело на экране, но я вам сейчас покажу в интернете, потому что у меня прям один в один. Сейчас вроде как сбросила до заводских настройок. Комбинация у меня, у каждой модели своя комбинация. Если, в общем, я посмотрела в интернете, у меня клавиша громкости вверх и кнопка выключения. Ну вот, он сейчас долго будет грузиться, перезагружаться, потом мы с вами посмотрим. Вернётся? Да. У меня какие-то ужасные круги под глазами с освещением беда. Потом посмотрим, получится у нас что-то или нет. И я сейчас вам покажу, как выглядит этот вирус вымогательный. Ну что, вот такой вот вирус был на моём телефоне. Вот такой баннер на весь экран. Видите, и никуда. И вот так было у меня. Вы теряете свои деньги, если верите мошенникам. Чтобы избавиться от баннера... Ну, в общем, вот такой вот баннер был на весь экран. Что-то я не догадалась вам снять раньше. Может быть, просто кому-то, знаете, эта информация будет полезной. Я уже не знаю, на что мне нажимать. Конечно, я паникую, как бы, конечно, я расстроилась. У меня на телефоне, в общем-то, ничего нет. У меня даже нету карты, чтобы, знаете, там нет ни фотографий, никаких данных. Но, ну, как вам сказать, у меня нету телефона на замену. То есть, телефон накрылся, и я вообще, в принципе, не смогу связываться. Девочки, ура! Кажется, я это сделала. Кажется, у меня получилось. Так, окей. В общем, долго-долго он загружался. В общем-то, как ура! Вы представляете, на весь экран было вот это приложение уже несколько часов. Я ума не проложу, что делать. Давайте посмотрим. Окей. О, тут даже эти какие-то. В общем, до заводских настроек скинулось. Мне интересно... О, есть вибер. Есть вибер. Ну, видите, какая я прям счастливая. Все. Так, ладно, это я уже потом. Просто у меня здесь контактов достаточно. Видите? Ой, девочки, как я рада! В общем, я что хочу сказать? Я, конечно, понимаю, что все мы девочки взрослые и умные. И я тоже считала, что я девочка взрослая и умная. Оказалось, это не совсем так. Конечно, время от времени мы можем на что-то повестись. И либо какие-то там телефонные звонки, либо смс-ки. Вот у меня элементарно просто совпало с тем, что я подала объявление на Авито. И тут как раз Настюша там, я тебе там 100 рублей перечислила. То есть, конечно же, возникает вопрос, зачем вообще, от кого это деньги и зачем они мне, да? Понятное дело, что я с дуру, по глупости перешла на эту ссылку, в итоге скачала себе вирус на телефон. И все равно все мы будем попадаться так или иначе. Ну, не все, конечно, но многие. Поэтому я вам советую, даже если там посторонний номер к вам обращается, как будто бы вас знает и все такое, никуда не ведитесь. Кому надо, тот позвонит и так далее, да? И в общем, если у вас будет такой вирус, баннер на телефоне, который я вам сейчас показала во весь экран Сбербанк, то это все легко удаляется, никакой перепрошивки не надо. Вы знаете, девочки, я уж тут думала, у меня день рождения скоро, ну, мне там бабушка, мама денежку, да, перечислят. Они мне всегда перечисляют деньги, чтобы я сама себе выбрала подарок. В общем, я уже думала, куплю я себе, наверное, новый телефон. Ну, в общем, слава богу, не придется тратиться. В общем-то, этот телефон хороший. И покупала я его, не помню, в этом году, в начале года, и кто-то мне там даже писал, наверное, он у тебя тупит, потому что девочки говорят, что телефон этот тупит. Девочки, он мне ни разу не тупил, и все с ним идеально, и все с ним хорошо. Единственное, что собственными руками, по собственной глупости, затащила вирус. В общем, обращайтесь, в интернете есть информация, в общем, просто нужно скинуть до заводских настройок, и все будет замечательно. Все, хорошо, теперь у меня отличное настроение, пойду съем конфетку, сейчас сижу, пью кофе из своей любимой кружки, которую покупала в X-Price, вот такая вот, я вам ее как-то, и знаете, какая мысль мне пришла в голову, видите, здесь два отверстия, по всей видимости, вот эти вот кружки, они тоже продавались с ложками. А дело в том, что сейчас на новогоднюю коллекцию провезли кружки именно с ложками, и вот они тоже идут с такими отверстиями. Но вот я, когда была в X-Price, кружек было полно, а ложек, к сожалению, не было. И по всей видимости, эта кружка была задумана тоже с ложкой, но покупала я ее поодиночке. И вот в следующий раз, теперь, когда поеду в X-Price, я хочу купить кружку новогоднюю с ложкой, буду интересоваться, почему нет ложек. Так что вот оно для чего предназначено. А я еще на тот момент подумала, какая интересная ручка с отверстиями. Просто решила, что вот так вот решили сделать они. А оказывается, это на ложке. Я вам обещала сравнить две подводки. Вот я в пустых баночках показывала. Очень я ее нахвалила, потому что она стала моей любимицей. И, в общем-то, я, по-моему, в процессе даже никаких подводок не покупала. Где-то полтора года я пользовалась. Это Super Extend. Потом ее вроде как не сняли, а выпустили. Ну, Avon True, да, вот эта вот новая линейка. Просто, как они пишут, новинка, типа, новый дизайн. И заказала себе, поскольку эта моя уже подходит к концу. Ну, вот, смотрите. Это Super Extend старая версия. Это новая версия Avon True Colors. Такие подводочки по цене. Ну, конечно же, выросла цена. Вот такой был носик у старой подводки. Она мне безумно нравилась. Вчера рисовала. Можно было как тоненькую. И, вы знаете, даже с моими кривыми руками получались хорошие стрелки. Я стрелки обожаю. Я со стрелками практически всегда. И вот новый носик. Сказать вам честно, я вообще не могу к ней приспособиться. К этой новой версии я не могу приспособиться вообще. Видите, здесь и шире, и сам кончик. Посмотрите, насколько он тонюсенький, тонюсенький у новой. Очень тоненький. У меня получаются всегда кривые стрелки. Слишком тонкие они не получаются. Толстые ужасно. В общем, я... Видите, как она? Вот толстая. Прям, прям, она прям даже кончиком рисует. Ну, не знаю, может быть, для кого-то это плюс, но поверьте, тоненькие даже стрелочки с таким тоненьким наконечником очень просто тяжело рисовать. Поэтому я пока не приспособилась. И мне старая версия нравилась куда больше. По удобству. По цвету, по стойкости то же самое. Но видите, вот изменили носик. И посмотрим, конечно же, сколько она мне прослужит. Ну, на полтора года я не рассчитываю, но хотя бы, чтобы полгодика она у меня побыла. Так что, конечно, новый дизайн вроде как посимпатичнее. И здесь такая вот вставочка, удобнее держаться, вот, как будто бы ручка. Но рисовать невозможно. А вот старая я просто проводила, и все было хорошо, и все в порядке. Но здесь же, в общем, вот так вот она рисует. Ладно, может быть, я к ней приспособлюсь и полюблю ее не меньше, чем старую подводку, но пока у меня не получается красиво рисовать ей стрелки. А так, если она окажется такой же, по эксплуатации очень долго, полтора года для подводки. У меня в жизни таких не было подводок с таким сроком службы, поэтому очень я ее полюбила, прям классная-классная. Так что, очень хочу полюбить и эту тоже. сроки. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова